Всем привет, с вами Добогай, и мы продолжаем играть за Японией в Кайзерай. В прошлой серии мы тут подобивали еще побольше стран, и уже готовимся к выставке в США. У меня Казбэль успел пройти, но я сделаю уже новый. Параллельно я тут кое-какие острова, наверное, туда захвачу, чтобы рядом со мной не было вражеских морских баз. В Африке, я думаю, интернационал сам справится, мы не должны им помогать. Единственное, я понимаю, что когда мы сюда высадимся, здесь будет достаточно сложно. Здесь и Канада, и США. А путь припасов очень далекий. Ну, посмотрим. В принципе, у нас и флот сильный, мы очень неплохо его достраиваем. Здесь через годик у нас выйдет много очень хороших авианосцев, очень плотных. Кроме того, я заметил очень интересный баф, который я до этого не замечал. За то, что мы лидер нашего альянса, это именно, я так понимаю, уникально для вот этого японского альянса, мы получаем просто какие-то космические бонусы. 15 фабрик, 30% объема производства и верфи. Это просто жесть, особенно учитывая то, что вроде как никто это не получает. Респакт я уже не посмотрю, но интернационал точно нет. Какая-то очень, очень сильная, не знаю, очень сильные бафы Японии дают какие-то. У нас из-за этого 0 ТНП, что просто космически. Но по факту уже особо нечего строить, военных заводов у нас достаточно, верфей у нас более чем достаточно. Потихоньку я сейчас хочу на танки какие-то, возможно, выйти. Потому что когда я буду воевать в Европе, они мне, скорее всего, уже понадобятся. Здесь как-то еще пока было неудобно. Здесь плохие условия, здесь снабжение не очень, территории так себе. Здесь тоже будет так себе, здесь очень много гор. Но вот уже в Европе точно мне, скорее всего, нужны будут танки. Но я думаю, к этому моменту я их исследую. И, в общем-то, поехали. Я только думал, что вот еще здесь будет проблема потом воевать в Европе. Учитывая то, что мы еще и с Антантой воюем. Но можно предложить мир Канаде. И если они согласятся, будет на самом деле прекрасно. Да, они согласились. Супер, можно так же, как и здесь, мы Индокитай и Индонезию захватили, захватили Австралию. Супер. А непредельное предложение. Только в мирном договоре Франция ходила почему-то первой. И взяла себе непонятные территории. Почему? Ладно. Перейдем к хорошему. Сейчас будем торгаться в США. И я тут заметил, что у России дела очень плохо. И решил направить 7 ленд-лиза на 29 тысяч транспортов. Здесь просто куча снаряжения. Куча снаряжения захваченного. Больше 10 тысяч танков. И несколько тысяч самолетов. И еще 400 конвоев, чтобы они полу-быстрее это все перевозили. В том числе даже поезда им какие-то передавал. Собственно говоря, надеюсь, это как-то и поможет. Хотя я подозреваю, что в итоге это снаряжение просто достанется Франции. Но тем не менее, если это выбиты из Франции какие-то ресурсы, почему нет? Тем более, что я тут обратил внимание, в Франции уже все взрослые проходят службу. Значит, что люди там кончаются 700 тысяч всего. Здесь тоже рано или поздно люди подзаканчиваются. А в России людей еще очень много. Будем давать им снаряжение по мере необходимости. И надеяться, что процесс закончится в один момент. Да и их союзники тоже. Ну и после захвата США мы в принципе попробуем помочь России как-то. Итак, все готово. ВСК на позиции. Вот на позициях. Единственное, авиацию мы особо сюда не сможем как-то закинуть. Вряд ли они отсюда достатут. Хотя я попробую, когда наши войска доедут. А вот и, кстати, проблемка. Нужно пойти поискать вражеский флот. Ну так, как я и ожидал, второго уровня тактические бомбардировщики еще не достают оттуда. Так что стоит положиться только на наш флот. Мог я немножко защитерить. Поставил я ударное соединение на все три региона. И в принципе все начало работать. Ударное соединение, несмотря на то, что кораблей нету здесь реально, во всех трех регионах сразу дает нам превосходство. Круто. Блин, а тут взяли Петроград. Неприятно, конечно. Что пока поделать, собственно говоря. Не уверен я, что Россия сможет вообще продержаться, несмотря на нашу помощь. Цараемся мы. Я прожимаю вынужденную атаку, чтобы точно высадиться. Есть здесь небольшие проблемки, но в целом с вынужденной атакой мы пробиваемся. Конечно, с потерями, но что поделать. Отлично. Порт у нас есть. Нужно укрепиться и срочно расширять наш фронт. И ввести сюда новые дивизии. А так войск в США достаточно малая. Мы введем сюда уже наши дивизии. Перебросили сразу авиацию на местный аэродром. Это тоже нам должно помочь. Но я не уверен, а где эти 200-300 дивизий? Почему их тут так мало? Одноргал я неприятный факт, но здесь вражеские подладки в регионе. Придется просто все эти регионы пометить и избегать. Потому что здесь, допустим, мы не можем подпрыть. Но в целом это ничего. Вот эти пути уже более-менее даже можно выбрать как-то вот так, наверное. Вот здесь уже где-то мы сможем, если что, авиабазы поставить. Итак, мы смогли тут неплохое себе место уже сделать. Очень важно было построить как можно больше морских баз. У нас здесь из-за этого целых три армии снабжения хватает. И даже союзники что-то закидывают. Мы укрепились неплохо. Нас пытаются выбить. Но не сильно успешно. Сначала наши потери были больше, но теперь уже США. Начинают долбиться об оборонах. И единственное, что у нас... Какая проблема есть? Это мы не можем здесь авиабазы улучшить. Но, слава богу, есть хотя бы это без нее. Было бы намного сложнее. Самолеты наши чуть получше. Потому что у нас очень много опыта авиации. Все здесь накачано. И я каждый раз, когда, в принципе, делаю новые истребители, я их могу нормально улучшить. То есть, допустим, вот сейчас я тоже здесь... Могу их улучшить. Хотя, допустим, дальние семистры клина, да. Пускай они просто как-то вот так будут. И, собственно говоря, вот у нас истребители максимальные почти всегда. Также я и тактически улучшал. Но вот сейчас, допустим, третий я еще пока не улучшал, но улучшу. Сейчас я думаю, что мы еще немножко так посидим. И перейдем в наступление. Россия, кстати, держится достаточно неплохо. Поэтому стоит, наверное, им еще раз отправить Ленд-Лиз. Все-таки мне даже немножко кажется, что они обратно их чуть-чуть отбросили. Здесь, по крайней мере, Петроград, вот бои идут. Так что поверим в них, дадим еще больше оружия. Вот так вот примерно мы Ленд-Лиз составили. У них, кстати, КНВФТ уже получше. Бронетранспорт и автотранспорт. Куча пехотного снаряжения, дополнительного оснащения. И часть самолетов. Можем, конечно, еще кучу танков закинуть с легких. Давайте. У нас они супер дешевые. То вот здесь вот я эффективность наращиваю, чтобы потом на новые нужные танки переместить. Которые потихоньку здесь я, наверное, сразу уже современные буду делать. Исследуются такие вещи, чтобы сразу хорошие танки делать. И поэтому можно спокойно их засыпать в легкие России. И переходить здесь в отопление, наконец. Так, с некоторой хитростью. А именно, мы тут еще сделали небольшую выставку на юге. Самое главное, что мы здесь смогли еще один аэродром забрать. И с ним уже просто в воздухе их получить. Смогли мы, наконец-таки, пробиться сквозь американские линии обороны. Потеряли мы, конечно, жесть. Ну, американцы тоже. И вот после еще долгих так же боев. Уже почти 2 миллиона потерь. Ну, в США 30 с половиной. Мы, наконец-таки, захватили, можно сказать, половину штатов. И движемся уверенно вперед. Проблема в том, что они просто очень долго сидели. У них снаряжение не кончается. Танков у нас для нормальных прорывов пока нет. И только с помощью авиации мы можем пробиваться. Теперь, в России все еще держится. Конечно же, не без нашего надлинд-лиза. Вон, только в этой партии мы 40 тысячи закинули. Я уже просто перешел на проценты всего своего снаряжения. И даже самолетов. 5 процентов, конечно. Я не хочу им слишком много давать, потому что мне нужны 3 уровня файтеры. Но, тем не менее, им это полезно. Там уже неплохое количество самолетов. Конечно, у Франции все еще больше. Но, хоть какие-то дебафы они уменьшают. И неплохо держится Россия, на самом деле. Как бы, да, она еще чуть-чуть двинулась дальше. Если мне не нравится, что у нее в Финляндии под 100 дивизий, это выглядит очень нелепо. Но, в целом, фронт держится более-менее. Куча ресурсов мы туда вбухиваем. Но, держится. И нам нужно только захватить Штаты. Здесь, кстати, Германия развалилась. Потому что у нее стабильность достигла какой-то конкретной отметки. Что здесь? Ну, здесь еще на юге осталось несколько стран. Не знаю, как Франции теперь туда пройдет. Скорее всего, никак. Кстати, здесь людские ресурсы. Все еще не сканчиваются. Они тогда просто не успели все мобилизоваться еще. Но здесь уже почти везде они повышены плюс-минус. Здесь вот тоже взрослые, взрослые. А это самые главные их страны. Так что цель задержания интернационала Россия выполнила успешно. Вот война продолжается и продолжается. У нас уже 4 миллиона потерь. Вот в Америке 6,5 миллионов потерь. Еще одно управление ликвидируем. И я решаюсь на опять предприимчивую атаку. Мы высадимся прямо в Вашингтон. И это как ни странно у нас получается. Я на самом деле ожидал, что там будут какие-то войска. Но мы просто взяли Вашингтон резко. И сможем, наверное, побыстрее завершить эту чертову войну. Берем Нью-Йорк. И я думаю, да. Наконец. Наконец-таки это завершилось. США теперь принадлежат Японии. Остался только интернационал. Он на самом деле очень плотный. В Южной Америке я не планирую вести с ним бои. С Мексикой скорее всего придется. Потому что у нас теперь есть не граница. Ну и плюс придется где-то даже высаживаться. Но все это в следующей серии. А это уже подходит к концу. С вами был Дукей. Подписывайся на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорой встречи. Пока.